Сегодня на котельной номер 2, что находится в районе КСК, презентовали солнечные и вакуумные коллекторы. Современное оборудование работает за счёт преобразования солнечной энергии. Использование альтернативной энергетики позволит предприятию экономить в затратах на газ. То есть вот эта подогретая вода, которая идёт в паровую часть за счёт солнечной энергии, вот эта вода, это что? Она раньше шла холодной, там 16 градусов. Сейчас она идёт где-то порядка 26-22, в зависимости от солнца. Всё, значит нам меньше затрат газа нужно, чтобы нагреть эту воду. В центре находится медный стержень, внутри которого циркулирует теплоноситель. То есть этот медный стержень вообще даже может разогреваться даже свыше 100 градусов. Коллекторы здесь работают около месяца. И по словам директора предприятия, за 11 паспортных дней. Этого месяца, благодаря гелиосистеме, было получено чуть больше 1 гикокалория энергии дополнительно, то есть бесплатно. Но по-настоящему оценить эффективность возможно только летом, когда коллектор будет работать в жаркие дни. Тогда-то экономия газа станет заметней. По подсчётам руководства КТЭК, в течение 10-12 лет оборудование себя окупит. Она же может работать и зимой, если там теплоноситель добавит туда незамерзайку, правильно, да? Да, то есть они говорят, что можно работать до минус 20-25. То есть если мы ещё добавим апрель, добавим октябрь, да, они же тоже тёплые. Тогда срок окупаемости дойдёт до 10 лет. К слову, новшество обошлось коммунальщикам в 1,8 миллиона в тенге. Но сама идея использования современных технологий возникла на фоне простаивающего со времён сокрытия комбольно-суконного комбината теплоотменного оборудования. Как раз оно и послужило основой. Вот это теплощётчик, который стоит на этой теплосистеме, гелевой системе. Подача обратка, трубы идут и заходят вот в этот теплообменник, вот они два, трубчатые теплообменники. Всё. Греет воду для диэраторов. Существует. То есть вся система была, существующая система была. Мы просто добавили ещё один источник теплоты. Такое новшество выгодно не только предприятию, но и самим жителям. Так коммунальщики планируют сдержать рост тарифа на тепло. Манарбек Косколов, Камила Солкомбаева, РТН.